Очень приятно, Саар. Новые, не новые лица израильской политики, чего от них ждать? Имя Гидеона Саара, одного из ведущих деятелей Ликуда, бывшего депутата Кнесета, известно широко. А вот название партии, которую он на днях создал, уйдя из Ликуда, звучит непривычно. Новая надежда, тиква, хадаша. Программу новой партии пока никто не видел, принципы обрисованы весьма контурно. Но есть версия, что Гидеон Саар создал партию, чтобы вытеснить Ликуд, лишить права религиозный блок полноты власти и отправить в отставку Бенемина Нетаньягу. Видимо, чтобы занять место Нетаньягу. Тропливые социологи уже пророчат партии Саара 15 и более мандатов в Кнесете 24-го созыва. Но это, как бывает с опросами... Бабушка на двое сказала. Да, совершенно верно. Так и не так. Кстати, о бабушках и других родственниках. Отец Сара, Шмуэль, сын эмигрантов из Российской империи. Их фамилия была Зареченский. Но в Аргентине это произнести было нереально. Их назвали Сарченскими. И уже в Израиле Сарченский стал Саром. Мать Гидеона, Брурия Софиева, из общины бухарских евреев. Они основали в Иерусалиме первый квартал выходцев из Средней Азии. Тести и тещи Гидеона Сара зовут Михаил и Полина Эвенаис. Они репатриировались из Советского Союза в 1971 году. А их дочь Геула Эвин, супруга Гидеона, одна из самых популярных и красивых тележурналисток Израиля. Свободно говорит и читает по-русски. Значит, господин Зареченский Софиев, он же Гидеон Сар, муж нашей с тобой русскоязычной коллегии, не такой уж и посторонний нам человек. И что, как говорят в Израиле, он таки хочет. Вот с этим пока не ясно, как и с предвыборной картинкой вообще.